Деншин Дроп, самый лучший сайт с примадемами и лунами, все выводы происходят через Куда Шоп Официального партнера Деншина, с тебя ее ID, с ник примадемы Выводы моментальные, ни одного случая баны или списания, а также постоянные раздачи Где победить может абсолютно каждый, сам пользуйся, ссылочка где? Всем привет, прямая трансляция версии 4.4 закончилась несколько дней назад И я знаю, что игроки недовольны этой прямой трансляцией Но это касается не только нас, версия Деншин Эмпак для Титая намного-намного хуже Титая с Тигрэти недовольны текущими наградами за морские фонари в этом году Мы все знаем, что Титая с Тигрэти пользуются особым отношением от Highverse Например, они получают специальное веб-мероприятие на день рождения каждого персонажа Планер TFC из меню комбо мил, не говоря уже о наборе стенов для PlayStation 5 4 Star Селектор Они говорят, что недовольны новогодними наградами и говорят, что получают меньше прямой трансляции По сравнению с глобальными игроками Я точно не знаю, как они пришли к такому выводу Ну ладно Михаил ответил, что они добавят несколько вещей к новогодним наградам Хотя я не уверен, будет ли это в глобальной версии Итак, мы подождем и посмотрим, как пойдут дальнейшие дела Но пока у Highverse действительно проблемы Теперь-ка давайте вернемся к нашей теме ролика 4.3 почти подходит к концу До версии 4.4 осталось совсем немножко Поэтому большинству игроков интересно, кого ожидать в версии 4.5 Так что они могут начать копить прямо тему уже прямо сейчас Что ж, теперь когда у нас есть некоторая информация Но помни, что эта информация по-прежнему помечена как ранее Поэтому стоит к ней отнестись немного скептически И думать, что это мой вымысел из головы Давайте начнем с первой фазы версии 4.5 В обновлении 4.5 Чиори Это следующий новый 5-звездочный персонаж В текущей версии 4.3 у нас было событие под названием Роза и Мушкеты В этом событии мы увидели, что у Чиори есть для увидения Которое она носит на поясе Скорее всего, пока она будет персонажем меча Мы все еще не уверены в ее типировке и игровом процессе Но некоторые говорят, что способности Чиори будут основаны на защите Что, как я полагаю, характерно для большинства персонажей Део стихии Говорят, что ее взрыв стихии увеличивает силу щита, вызванную реакцией к кристаллизации Это могло бы сделать ее хорошей поддержкой для Навии Которая также использует реакцию к кристаллизации Но помните, что все равно полезно относиться к этому стептически Альбедо еще один персонаж Део, играющий в роли защитника Который также является отличной поддержкой для той же самой Навии Будет показан на этом же этапе Честно говоря, этому человеку определенно нужен повтор Прошло так много времени с тех пор, как мы видели его в последний раз И я думаю, что его последний повтор был где-то в версии 3.1 Но в любом случае, он и Чиори будут на баннерах первой Фазы скорее всего Что же касается фазы 2, то именно тогда произведут небольшие изменения На этом этапе Хайверс представит новую систему баннеров Тройные баннеры Мы все еще не уверены, как будет работать тройной баннер Некоторые источники говорят, что это будет не тройной баннер А тройные фазы Некоторые говорят, что они будут повторно запускать персонажи в день их рождения А некоторые говорят, что будет по 3 баннера на каждый этап Давайте посмотрим, как пойдут дела Но в любом случае, переходим ко второму Этапу версии 4.5 Пара надежных источников подтвердили, что Лини определенно будет запущен повторно в этом патче Но в этом есть смысл, поскольку Михаил повторно запускает новых персонажей, прежде чем мы доберемся до следующего региона Однако есть некоторые исключения, например, Байджу В этом патче появятся Шинхе или Гань Юй, если сразу не оба Но я предполагаю, что Шинхе, поскольку она получит новый стинг 4.4 Я знаю, что Гань Юй тоже получит новый стинг 4.4 Но баннер Шинхе был намного раньше баннера Гань Юй И последний баннер это то, где все становится немного странным Некоторые люди так же говорят, что это будет странник, а некоторые говорят, что это будет ризля В общем, ожидайте, что один из них появится в второй фазе версии 4.5 Но это всего лишь мой вымысел из головы И относитесь, пожалуйста, к информации стептично Чтоб не было вот сейчас, как с наградами за селектор Где мы должны PlayStation 5 купить Ага, да, спасибо Итак, что вы думаете? Как вы думаете, мы получим больше примадемов по сравнению с татайскими игроками? Давайте мне знать об этом в комментариях Также пишите, на кого вы копите примадемы Подписывайтесь обязательно на канал И пока-пока